5 невероятных трюков, во время исполнения которых что-то пошло не так Фред Осборн В 1926 году авиатор и трюкач Фред Осборн придумал номер, на первый взгляд, простой в исполнении, но одновременно с этим обреченный на провал. Он хотел проехать на мотоцикле вокруг отвесной скалы в Сан-Домонике, штат Калифорния, и затем прыгнуть оттуда с парашютом. К сожалению или к счастью, ему удалось воплотить только половину задуманного. Как вы уже догадались, это была часть с объездом скалы на мотоцикле. Обогнув скалу, Осборн дернул парашют, но тот раскрылся неправильно, и трюкач упал вместе с мотоциклом с высоты более чем 150 метров. И, о чудо, Осборн выжил, его падения смягчили телефонные провода. Хеус Вилла Чтобы установить новый рекорд Гиннеса, он придумал следующее. Надев защитное оборудование и вооружившись батутом, он собирался прыгнуть головой вниз через 10 оконных рам с темперированным стеклом, которое в 4 раза прочнее обычного. Но все пошло не так, как он хотел. Вилла нырнул в рамы, но не прошел сквозь них, как планировал. Трюкачет летел в сторону, а разбитое стекло посыпалось на него. Зрители этого шоу смеялись в открытую, но самому экстремалу было не до смеха. Он сломал шею в 12 местах и провел несколько месяцев на больничной койке. После этого инцидента он создал страницу в интернете для сбора средств на восстановление и возвращение на сцену. Роберт Крейг получил свое место в книге рекордов Гиннеса за самое большое количество сломанных костей в течение жизни. У него было 433 перелома за 10 лет. Чтобы переломать все эти кости, Роберту пришлось серьезно подрудиться. Случай, который получил широчайшую огласку, произошел в канун Нового года, в 1967 году, когда наш трюкач попытался перепрыгнуть фонтан высотой 45 метров. Ему удалось набрать нужную высоту, но приземление было неудачным. Он упал на землю. Экстремал провел в больнице около месяца с переломами 40 костей, включая ребра обедренной кости и таз. Также каскадер планировал перепрыгнуть емкость с водой, в которой были помещены 13 акул. В процессе тренировок он вылетел за высадочную аппарель и сбил оператора. В результате инцидента оператор остался без глаза. Впервые кто-то, кроме самого Крейга, пострадал при исполнении трюка. Иллюзионист Спенсер Хорсман впервые получил признание публики в 2012 году, когда он появился в седьмом сезоне шоу «Американская минута славы». И хотя он вылетел из шоу после третьей недели, именно этот телевизионный проект дал ему хороший старт. Номер заключался в том, чтобы выбраться из клетки под водой, подвешенную на высоте 9 метров завязанными руками. Хорсман потерял сознание во время репетиции, находясь в воде, и его команде пришлось действовать незамедлительно. Они опустили сосуд и разбили его, чтобы спасти иллюзиониста. К счастью, эвакуация прошла успешно. Но это был не единственный случай, когда Хорсман чуть не утонул при выполнении трюка. В сентябре 2015 года он выступал с таким же номером в Государственном театре Нью-Джерси. И как и ранее, иллюзионист потерял сознание, и его команде пришлось доставать его бездыханное тело из воды. Его забрали в больницу, но после выздоровления он вернулся на сцену. Ничему же из парня не учит. Самуэль Кох 5 декабря 2010 года около 10 миллионов человек поймали волну немецкого телевидения, чтобы посмотреть шоу «Давай на спор». Эта передача была очень популярна в Германии. Ее транслировали более 30 лет. Идея в следующем. Ведущий берет людей на слабо и дает им трудные, но безобидные задания, которые необходимо выполнять, выступая перед группой звезд. Если задание выполнено, участник получает деньги. В тот день 23-летний Самуэль Кох принял участие в этом шоу. Его задачей было перепрыгнуть через пять движущихся автомобилей, используя так называемые ботинки-кенгуру. Все шло хорошо. Но на четвертой машине один из ботинков дал сбой. Кох не смог прыгнуть на нужную высоту. Он врезался в лобовое стекло машины и приземлился головой на твердый пол студии. Аудитория была шокирована. Передачу сняли с эфира. И если этот случай покажется вам недостаточно трагичным, добавим тот факт, что за рулем одного из автомобилей был отец несчастного. Через 10 дней он вышел из комы. И написал книгу, которая стала бестселлером. Сейчас он работает актером и принимает участие в качестве добровольца в исследованиях позвоночника. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А сейчас хочу вам порекомендовать канал Нейрон. На нем вы найдете топы про добрые поступки. Видео очень трогательное и заряжают позитивом. Оторваться от просмотра нереально. Ссылка на канал в описании. Субтитры сделал DimaTorzok